Ух ты, какой жаркий, горячий вечерний эфир на теле-радиоканале «Страна FM». Миш, ну у нас сегодня будет еще жарче, чем в клипе. Ты сегодня в купальнике. Ну практически, да, вот у меня под платьем, там тоже все в порядке. Знаешь, лето продолжается, друзья. Под платьем, все в порядке. У нас сегодня потрясающий гость, у нас сегодня будет классный, веселый эфир. Я тебе отвечаю, мы растопим сегодня. Ты отвечаешь? Отвечаю, растопим студию, поэтому давай уже поскорее приглашай. Каждый будний день к нам в гости приходят люди, связанные с юмором. Поэтому у нас в студии Априори не может быть грустная, не может быть как-то вяло, тускло. Она всегда радостно, солнечно, весело, смешно. Хочется спросить у Маши. Маша, ты закончила? Да, привет, я уже представляю. Ну, я даренька сегодня к нам пришла, наконец-то, наконец-то, дама. Потому что представляю ее я, а не Маша, значит, сегодня красивая девушка, девочка. Привет, свет настроения синий. Если я вам не нужен, дай пять, дай пять. Давай, дай пять, проходи. Миш, ну ты оценил? Да. Друзья, нет, я хочу оценить, в каком мы сегодня с вами таком колористическом тандеме. Просто перфекционисты сейчас, мне кажется, вот в катарсисе бьются. Потому что в синий, у тебя синий с красными вкраплениями платьица, с очаровательными вишенками. А Михаил просто как вишенка сегодня у нас, понимаешь? Да, вишенка. Все запасы свои выплеснулся. Катарсис я сегодня услышал. Что еще это было? Это мое любимое слово. Колористика. А я, кстати, где-то слышала, что правильно катарсис, нет? Я не стал поправлять, что уж совсем не убивать вот это вот. Нет, неправильно. Нет, неправильно. Двойное значение. Двойное ударение. Все, Вера, ты наш гость. Я залила эфир ваш. Вера, Вера, ты знаешь, как у цыган бывает, знаешь, как у гадалки. Она тебе гадает, говорит, вы знаете, Татьяна. Ты говоришь, я не Татьяна, я Вера. Говорит, это по-вашему Вера, по-нашему Татьяна. Вот то же самое с этим ударением, понимаешь? Это у вас такое ударение, а у нас такое. Давайте о Вере сегодня говорим, и я предлагаю ввести такое негласное правило. Все, чтобы она не сказала. Вот это правильно. Если катарсис правильно говорит, значит все, согласились сегодня. Но, кстати, в актерской среде люди очень часто употребляют это слово, насколько мне известно. На лекциях, да, обычно. На лекциях? В культуре часто, а в остальной жизни нет. Серьезно? Я просто училась на режиссуре у нас очень часто. Мы должны были у зрителя добиться именно вот такого эффекта, чтобы они катарсис испытали. Нет? Вас не так учили? Послушай, у Веры каждый стендап, каждый номер, каждый выход, каждый вайн начинается с этих слов. А вот сегодня мой катарсис и дальше, соответственно. Все, давайте оставим это странное слово, потому что многие люди вообще не понимают, что это такое. Вера, знаешь, что это такое? Вайн? Нет, не вайн. Вайн, спасибо, Верно, абсолютно верно. И даже не войс, а вайн, кстати, ты со словом вайн очень похож. Тебе надо начать записывать вайн. А нам сейчас Вера расскажет, что это такое. Что такое вайн? Ну, я вообще не записываю вайн. Вайн это программа американская для монтажа. И так получилось, что при помощи нее начали монтировать видео в Инстаграм. И потом все вот эти вот мини-скетчи начали назвать вайнами. Но я не снимаю вайны. И очень многие блогеры как раз-таки открещиваются, говорят, нет, у нас не вайны, нет, пожалуйста. Но это просто потому, что они, ну, как-то не очень хорошая у них слава. Тогда хорошо. Этим ты не занимаешься. Давай тогда на твоих сильных сторонах. Чем ты занимаешься? Вот твоя самая основная деятельность. Это все-таки выступление в стендапе или же это больше актерская карьера? Я не могу сказать. Потому что я занимаюсь почему-то вот прям всем. Ну, то есть я актриса, я артистка эстрадного жанра, я акробатка, я блогер. И я вот этим всем занимаюсь. И вот сегодня, например, я с прого была на пробах, потом я там записывала видео. И колесом приехала сюда. И колесом, да, вкатилась вот к вам в студию. Ну, то есть, поэтому, ну, собственно, вот я... Ты синтетический такой актер, правильно? Да, да. Сразу все, это круто. Мне очень понравилось, как Вера, вот когда мы были... У нас восстанавливался только первый контакт, я приглашал Веру к нам. Не-не-не-не-не-не-не-не. А у вас уже не первый контакт. Все, все, Вера, спасай меня. Все, все, Вера, спасай меня. Я извиняюсь. Ну, так вот, мне очень понравился Верин подход. Обычно, когда мы зовем кого-то из гостей, гости говорят, что от меня нужно, вот, придем, будем разговаривать, вы там спрашиваете что-нибудь, а мы будем отвечать. Вера полностью написала план сегодняшней телерадиопередачи. Нашу, да? Вера расскажет нам... Первый план. Да, она расскажет нам... Прошу. Все написано, смотри. Чего мы начнем? Где придумала свой мини-сериал «Хоронители Цачига», расскажет о том, как это быть начинающим комиком, почему никто не хочет называть себя Вайнером и почему в стендап-сообществе недолюбливают блогеров. Ну, вот у вас начало тогда, правильно? Пожалуйста. «Хоронительница». Да. Что это? Откуда? Почему такое странное название? Да, да, да. Ну, я начала где-то полтора года назад снимать видео в Инстаграм. Я начала поиски себя, то есть у меня сперва была какая-то чудная прическа. Сперва я пародировала людей, ну, то есть там просто пародировала Гурченко, вот с этого, наверное, все началось. Вот. А потом я один раз пародировала Тамару Гверцетели, после чего она же мне под моим видео поставила этот смайлик, типа, ну, вот такой вот, недовольный. Ага. Вот. И я такая думаю, наверное, что-то надо еще поискать. Вот. Потом я начала ходить, значит, у меня есть такая чумовая прическа, почти как у Леи, но только чуть-чуть повыше. А вот эти вот бублики на голове такие. Я начала ходить по всяким интересным местам. Извини, Вера, сейчас, буквально запомни, Лея, просто я буду обидеть, Лея, это принцесса из «Звездных войн». Мы просто приучаем. Ты кому, ты кому, нашим зрителям, слушателям? И тебе в том, и мы же приучаем тебя к «Звездным войнам». Все, вот новые персонажи опять, принцесса Лея. Миш, почему ты думаешь, что я какая-то идиотка, живущая в каком-то потустороннем мире? Вообще-то, конечно, Михаил. Не нужно тут, ладно. И кто на балладарку? Я знаю, как выглядит Лея, поэтому оставьте свои комментарии при себе. Не Ленин, а Лея. Продолжим. Да, вы еще и глуховаты на дно ухо, это бывает так. Ой, ну вы классные. И не прерывай, Вера, продолжай. Про Лею продолжай. Ну да, лучше давайте я продолжу и потом расскажу, какие вы интересные. Ой, я, значит, ходила по музеям по всяким, там ходила в секс-шоп и там брала предметы. И просто, ну то есть вот от какого-то такого образа, у меня был образ Верочки, я, значит, смотрела, она все такая, говорю, о, ничего себе, ну то есть там пыталась придумать какие-то шутки. Для того, чтобы видео мои были более смешными, я тоже пошла в школу стендапа, стендап «Самерманы». Потом что-то закрутилось, завертелось, я начала сама писать, выступать. А вот с этим блогом, ну то есть все как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом у меня появился другой персонаж, невротик. Это, то есть такая больная женщина, которая там знает, как воспитывать детей, ну то есть все такое. А потом как-то у меня так сложилось, у меня все просто спонтанно. Получается, я ехала в метро и, значит, рядом со мной стояли женщины, которые явно откуда-то приехали, не из Москвы были. И одна, значит, другая рассказывала историю, такая говорит, вот, ты знаешь, а к нам вчера соседка приходила, говорит, у вас скотча нету, а у нас нету. И я такая стою, думаю, ты что, нормальная, что ли, ты адекватная, ну то есть ты вот сейчас об этом, ну то есть вам поговорить не о чем. И потом я вспоминаю, ну то есть я о ней, значит, так плохо подумала, и тут же я такая думаю, ну да, а я как бы, когда вот еду со своим парнем в машине, какой только бред, он не выслушивает. И у меня родилась идея, я сделала такой персонаж, хранительница очага, ну то есть от слова хоронить. А, понятно. И она, значит, у нее там первый, один из первых выпусков был, это интересная собеседница. И вот, значит, как она, значит, приходит, и она знает все, как надо построить семейный быт, естественно, вот. И она, значит, в первом выпуске, она вот была интересной собеседницей. И там вот были вот всякие такие примеры, как женщины поддерживают разговор с мужьями. Вот, потом получилось так, что у меня соседка феминистка, вот. И мы подумали, что было бы классно сделать, чтобы это была моя дочь. А почему бы нет? Да, потом она начала встречаться с руфером. Мы такие думаем, о, а давай мы сделаем как вот взаимоотношения этой. То есть у меня родилась такая мать, у которой есть дочь, вот, у которой есть руфер, которая такая, руфер, там, не знаю, что это такое. Музыкант, наверное, они же музыку. Так, друзья, я уже забыла, что это все осталось. И для всего этого, и для всего этого, дорогие друзья, Вера брала предметы секшопа. Мы скоро продолжим, оставайтесь, пожалуйста, слушаем музыку. Друзья, мы продолжаем сегодня. Верочка вместе с нами, Вера Дровенникова, блогер, актриса. Но это еще не все, плюс еще стендап-комик, правильно? И акробатка. И акробатка. Ну, это вне всяких, да, да, да. Забыла. Смотри, ну, мы начали уже говорить с тобой про мини-сериал «Хоронительница очага». Да, да, да. Слушай, ну, ведь сериал — это такая цикличная история, где развивается действие. Как часто вообще нужно это все снимать? Ну, как часто ты это выкладываешь в сети? Ну, вот с этим, конечно, проблемки, потому что, ну, я, ну, где-то раз в неделю точно выкладываю. Вот, но у меня пока развиваются события, то, что вот у меня дочь, я пока всех представляю. Есть Гриша, муж. Вот. У меня... Гриша — это такой персонаж у нас в семье, когда его там, типа, «Гриш, ты чай или кофе будешь?» А, кофе? Ой, а я тебе уже чай сварил. Ну, значит, будет чай. Ну, то есть вот такой как бы. Вот. А потом есть Вика, значит, феминистка. Есть у нее парень-руфер. Сейчас у меня еще сестра вводится. И дальше вот будет... И дальше, ну, естественно, так как это сериал, будут еще новые-новые персонажи, правильно? Да, и сюжеты там, может быть, у них ребенок родится, не знаю. Подожди, а ты пишешь сценарий всего этого дела? И вообще какая команда работает вместе с тобой? То есть это отдельный оператор, я не знаю, там «Осветитель», «Звукореж». «Звукореж». Как это? Одна ты? Вот поэтому мне так все медленно идет. Ну, я одна, да, делаю, что-то где-то подслушиваю. Естественно, там сценарий... Ну, с соседей... В метро, ты рассказал, проспошь. Да, вот, например, я подслушиваю в метро. То есть я беру часть своего личного опыта, да, там постоянно там что-то. Но он заканчивается, кстати, надо будет пуститься во все тяжкие скоро. Конечно, за накоплением. Это, кстати, наш следующий вопрос. Так, сейчас мы продолжим. Вот, потом, значит, ну, у меня вот есть как раз-таки подруги, у которых я тоже так, а вы вот туда ездили, а что там сказали? То есть ты постоянно вот так общаешься с людьми? Слушай, а подружки не хотят засветиться в твоем? Ну, назовем это блоги, да, все-таки? Это форма такая мини-сериала. А я не знаю, я как-то так поставила, что там только я одна. Ну, а... И правильно, и правильно. Вера, это нормально, мне нравится такая подружка. Я бы тоже сразу не поставила. Нет, у меня, кстати, у меня был один блог, он сейчас есть, но просто мы как-то застопили его. Назывался на ютубе «Типа норм». Там мы с моей подругой, ее зовут Дарья. Вот, мы, значит, сажали между нами мужчину и задавали ему каверзные вопросы. Ну, там, например, сперва, там, тебе кто больше нравится, блондинки-брюнетки, спрашиваем, да? Потом каверзные случаи в постели. Я предлагаю тебе сейчас попробовать сделать это место. У нас есть мужчина. А что, чем не мужчина? Чем не мужчина, да. Забейте вот после этих выпадов сексистских. Я продолжаю молчать, но, ты понимаешь, мы же с тобой общаемся из-за эфира. И, то есть, ты вообще представляешь, есть ли вопросы, которые меня смутят? Подожди, давай попробуем. Меня не смутят, а, может быть, и Веру смутят. Я вот смотрю на Веру. А вдруг она не готова к твоему ответу? Вера-колесо. Уже ничего не смутится. Вера-колесо, все, это мое... Вера. Мое прозвище, дай теперь Вера. Неинтересные вопросы прошли. Как же сделать-то заход? Ах, вот какой заход мы сделаем. Ты говоришь, истории из жизни постепенно заканчиваются. А, да. Потом ты рассказала про своего выдуманного парня, вот с которым ты ехала в машине, он тебя слушал. Нет, этот парень был не выдуман. А, так вот, так что уже с парнем-то у тебя, Вера? Рассказывай. С парнем очень интересная история. Там прям у меня целый... Даже я пыталась писать текст об этом, но очень тяжело писать текст о чем-то личном. Когда ты феминистка. В общем, встречалась я с парнем 8 лет. Так, подожди, кольцо я не вижу почему-то. Нет, 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 и мы расстались. Ну вот так. Очень интересная история, так? Вот, ну и, значит... Но я не буду спрашивать, почему. Я, потому что я, допустим, спрашиваю, да, почему. Ну, ой, я не... Подожди, подожди, это был творческий человек? Да, он творческий человек, он замечательный. И мы сейчас хорошо общаемся. Очень хорошо. А вот, кстати, интересно, люди вот похожих творческих профессий, они вообще уживаются вместе? Или же каждый, ну, или каждый тянет одеяло на себя? Ну, есть элемент, конечно, конкуренции. Вот, были у нас, конечно, да, там... Но не по этому поводу вы расстались. Нет, нет, не по этому. Там что-то смешное еще было в случае, когда ты потратила 8 лет своей жизни на человека, а он ушел. Можно к смеху, да, приступить уже? Да нет, там в том-то и дело, там не было ничего смешного. Ну, просто я выхожу обычно на сцену и говорю, вот я недавно рассталась с парнем, потому что он не делал мне предложение 8 лет. И все начинают смеяться надо мной. Ну, то есть, но... Потому что всем близка эта история, понимаешь? Не знаю, мне кажется, просто все не очень добрые люди, когда они смотрят стендап, они прям... Не знаю, так и... Ну, подожди, а ведь в стендапе, ну, правильно, надо же, надо же наоборот рассказывать о том, какие у тебя неудачи, что у тебя не получается. Потому что если, ну, вот как правильно к нам гости приходят, они говорят, если у тебя все хорошо, то ты, типа, никому не интересен. А если у тебя прям все и звон ужасно, то ты прямо в топчик выходишь. Да, да. Так и есть. Как могу из себя, видишь, выдавливаю, чтобы тоже быть интересным. Так-то вообще все классно. Вера, ну, вот я подумал насчет вот 8 лет, ты начала вот прибедняться как раз вот. 8 лет, не сделал предложение. Ой, я такая бедная несчастая. Ты посмотри на Юлю Ахметову. У нее с 8 лет-то ни с кем не было, понимаешь? Она выходит сразу и говорит, нет мужика. Мужики, нет мужика. Нет, а я вообще, я, кстати, не переживаю по этому поводу. У нас это было обоюдное решение. Вот, и поэтому... Чтобы он пошел вон, я понял. Обоюдное решение, чтобы он пошел вон. Идеальная ситуация, девочки. Я на вашей стороне. Ну, в общем, все... Ну, сейчас все хорошо, все супер, но вот так. Ну, у тебя после этой ситуации родился стендап? Или он ушел из-за того, что ты там что-то про него рассказала со сцены? Вот это вот, смотрите, у меня просто вот... Смотрим. Я рассказываю, вот у меня есть монолог, или как это, я не знаю, правильно говорить. Ну, да, ну, давай, да, назовем это монолог. О том, как, например, я пускала мыльные пузыри на свинк-вечеринке. Вот об этом мне как-то легко шутить. Ну, то есть, потому что вот я была на свинк-вечеринке, и как-то все так подключаются. Ну, и об этом легко. А вот о чем-то личном, тут, знаете, начинается какой-то такой психоанализ, что ты вот в конце концов, ты приходишь к друзьям-комикам, начинаешь им рассказывать, говоришь, ну, мне не получается, ну, что же такое? И они тебе... Они такие, слушай, ну, что же такое-то в самом деле? И под конец говорят, слушай, ну, тебе к психологу, конечно, надо. И все рыдать под конец просто начинается. А личным, вот именно о том, что тебя трогает, намного, конечно, это все сложнее. Но ведь об этом же и нужно рассказывать, когда ты занимаешься стендапом. Надо же прям все выворачивать наружу. Просто это не смешно, понимаете? А, это грустно. Там же надо это как-то, ну, на что-то смешное. Преподнеси, конечно. Слушай, а у тебя есть какие-нибудь запретные темы? Ну, вот, окей, ну, предположим, да, ты вот над самым таким личным, сокровенным не шутишь. Ну, вот если, исходя из моего типажа, я не знаю, почему, просто от меня, например, вообще никак не заходит про секс, про эротику. То есть, если я что-то начинаю говорить, это вообще... Ну, то есть, я очень милая. Да, да. А так, у меня есть, например, в Инстаграме, у меня есть запрет на то, чтобы, например, рекламировать алкоголь. Ну, то есть, я прям настолько против алкоголя, ну, то есть, я... Типа вот эти алкоголичные образы, шампан-дорога. Мне бесят вот эти вайнерши, которые постоянно в любом, ну, в любом своем вайне, там, или скетче, я не знаю, как это можно называть, но, то есть, они постоянно с винишком. Ну, подожди, Настя Ивлеева и Инна Галич. Да, да, да. Тебя бесят они? Мне кажется, это, ну, они же понимают, что они делают, это пропаганда очень сильная. Ну, то есть, и очень сильная пропаганда для людей, которые смотрят Инстаграм, это от 13-12-10 лет, да, ну, то есть, и я вот как раз-таки очень против этого. То есть, если вы пользуетесь такими ресурсами, то пользуетесь ими как-то осознанно, ну, то есть, вы понимаете, что вы делаете с людьми вокруг вас. Это остренькая тема, друзья, на вас передышка. Таким образом, если вы хотите увидеть что-то с эротизмом, что-то с сексом, это не к вере. Там исключительно свинк-вечеринки и пускание пузырей на них. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Этот выпуск нашего телевизионного и радиопредставления проходит под лозунгов «Майк Войс» и его замечательные девушки, женщины, дамы Вера и Маша. Прекрасно, но я сегодня не гость, друзья, сегодня у нас потрясающая Верочка. И вот, кстати, Вера сейчас в своем Инстаграме открыла прямую трансляцию. А там все потемнело, кстати. Там почему-то все потемнело, да, но ничего, с нами там есть один человек. Друзья, давай, кстати, прорекламируем твой Инстаграм, чтобы к нам еще кто-нибудь сейчас подключился. А, давайте, да, подключайтесь, пожалуйста. Но это сложно, у меня ник, конечно, не для пиара. Нормально. Вера. Вера, так. А уже? Без «В» через галочку. И дальше без пробела «Дровеникова». Ну, действительно, Вера Дровеникова. Сам дой. По-моему, все просто. Там, когда начинаешь писать «Вера, дров», дальше уже там… «Вера в дрова». Да. Вера, ну вот смотри, хейтеры полезли, что самое интересное. Как ты вообще относишься к критике? Раз. Как ты, да, ну, критики обоснованные, хорошие и так далее. И вот к таким вот хейтерам, которые все время, в принципе, пишут всякие гадости. Из-за того, что я актриса, из-за того, что я должна сама, как и автор, писать всякие сюжеты, то есть в любой такой какой-то плохой ситуации я стараюсь, ну, немножко погрузиться в нее. И мне иногда, вот у меня случается какой-то плохой момент, и я такая, так-так-так-так-так, так, все, Вера, давай, подожди, не успокаивай себя, давай там попробуем побыть в этом, ну, то есть как-то почувствуй, что вот это, какая у тебя ассоциация возникает, ну, то есть я об этом вот как-то думать. Все, что касается хейтеров, у меня к ним совершенно, ну, то есть я не знаю, почему, я им радуюсь. И я такая думаю, о, классно, я популярна. Нет, это реально завалю, люди там пишут, курица, а Вера такая, ура! Да, ну, то есть я не знаю, ну, вот это мне как-то не... Ну, скажи, это как игра какая-то, да? Ну, то есть это мне как-то, ну, она меня не трогает. Ну, я же, ну, давайте логически. Вы же видите, что я не курица, так? Значит, они не правы. Да! Ну, как минимум, я девочка. Раз. Все, я не курица. Раз, дальше уже, ну, значит, она... Мне нравится твоя теория, я теперь всегда тебе так буду говорить. Как минимум, видишь, у меня пять пальцев, я девочка. Попробуй отрубить мне голову, я не побегу, вот так. Не побегу, Михаил. Да, вот. А если я вижу какой-нибудь негатив, ну, где-нибудь, я вот недавно ходила в налоговую, мне там, что на налоги разводят очень жестко, вот, и я, значит, вижу какую-нибудь заварушку, и мне всегда, наоборот, хочется посмотреть, как, что. Вот, ну, то есть я там видела недавно, как женщина пыталась выбить дверь к начальнику налоговой. Выбить дверь? Да, то есть она прям пинала, а он закрылся от нее, начальник, ну, то есть главный человек в налоговой, он закрылся, и только она отошла, он, значит, приоткрывает дверь, такой, говорит, вам вообще-то в третьем окошке уже ждут, и закрывается обратно. Ну, то есть я смотрю на эту женщину, такая, какая интересная, какая, ну, то есть у меня не возникает никаких там, ой, типа, вот, какая это, как бы выгнать отсюда, да, почему там охрана. Ну, слушай, ну тебе же нужно развивать наблюдательность, это же может быть, там уже завтра у тебя родится новый скетч, может быть, новый монолог родится после этой истории. А однажды в налоговой. Да. Да, и Вера выходит на сцену. Слушай, а тебе, кстати, не нужны в твой замечательный телесериал, там две роли есть, ведущие телерадио, там двое. Бладилка, Лысый, там есть, там, может быть, предусмотрено. Можно, хорошо, я поставлю телевизор на заднем плане. А там, собственно, страна FM, вот и все. Прекрасно. Потому что, знаешь, договариваться с кем-то, я почему одна снимаю, не потому что я такая, ну, то есть, типа, я буду только одна звезда, нет. Просто, ну, это тяжело, это надо, во-первых, договориться в Москве, попробуйте встретиться, да, ну, то есть, как бы, если это не касаемо денег, просто на энтузиазм. То есть, какая вероятность, чтобы я встретился с Машей, если бы нам не платили здесь деньги, то есть как-то. Да, ну, согласись, это правда. Вот давай вот сейчас. Ноль, ноль, понимаешь? Ноль. Давай честно, вот, все. Все, друзья, давайте будем честны друг с другом. Михаил, у нас, кстати, уже 32-я минута сейчас. Пора переходить к конкурсу. Ну, конечно, конечно. Да, это же самое веселое, самое интересное. Дорогие друзья, продолжаю я распечатывать свои игры. И я подумал вчера, когда сидел, то есть, зная, что есть ролики у Веры про игры на свингер-вечеринках, пузырей у меня с собой не было, это запрещено у нас в студии, чем еще могли бы Майк Войс, Маша Новая и Вера Дровенникова заняться, ну, словно, свингер-вечеринки, правильно? Ну, естественно. Костюмы сейчас откуда-то я полезу, нет? Естественно, нет, конечно же, поиграть во что-то, посвященное вечеринке. Вот у меня, собственно, есть игра, на которой написано. Подуманная, продуманная подводка. Подуманная подводка, конечно, у меня есть секундомер вот такой из прошлого века. Очень оригинально, да. Я недавно, я просто уверен, вот просто недавно мне надо было в Алиэс, я играла, и мне надо было нарисовать Настю Рыбку, знаете, да? Имели, честь. Даже имели? Честь, имели, алиэс! Это интересно. Интересно, наверное, даже, я думаю, может, оба о вас поговорим. Вот, и мне, значит, говорят, нарисуй Настю Рыбку, а, значит, мой напарник должен был угадать просто по рисунку. Так. И мне, наверное, минуты через две мне начали выкрикивать, Вера, рыбу нарисуй. А я там просто вырисовала мужика с деньгами, нарисовала, что-то девочка какой-то. Ну, то есть, поэтому, ну, посмотрим, что сейчас из этого получится. А я тоже не знаю, кстати, в чем конкурс. А в чем? Может быть, все что угодно. А в чем? Что делать-то надо? А все очень просто. Нужно объяснять слова, и чем больше объяснишь за отведенное время... А, это мой любимый конкурс. Ну, конечно. То есть, прекрасно. Ну, конечно. И все это, как бы, проходит на... Надо не забывать, что все это проходит на импровизированной свингер-вечеринке. То есть, как будто бы мы здесь все-таки не втроем, то есть, ну, это наш профиль. А чем еще на ней заняться, как не отгадывать слова, правильно? Конечно, верно. Сразу видно, что Михаил в 7 утра уснул сегодня. Значит, я на конкурс готовил. Или был на какой-то вечеринке. Я был на вечеринке, спер оттуда конкурс, а именно это же в 7 утра сегодня прошел и сделал... Кто у нас, подожди, у нас Вера сейчас рассказывает, я должна угадывать, правильно? Конечно, конечно. Я помню, Вера, в гримерке перед всем этим ты мне сказал, Миша, только никакие конкурсы, в которых надо... А, что-то придумывать. ...и объяснять, правильно? Да. Естественно, я поэтому и ориентировался на твои запросы. Подожди, а слова какие? Разные? Абсолютно. Разные? Абсолютно. Вот я вот одну слову уже не знаю. А, это не важно. Я поменяю карточку сразу. Это все купленные конкурсы, здесь можно так делать. Ну давай, 3, 2, 1, поехали. Еще что-то думать. Вот еще поменяем карточку. Вера, давай, любой. Blackstar. Мафия. Хорошо. Лейбл. В Макдональдсе. Кассир. Вот есть такие, как... Бургеры. Да. Blackstar бургер. Там специальный, который... Господи, мощный, сочный. Ну, обычный. Булка с кунжутом. Самый обычный, какие-то знаешь. Чизбургер. Вот есть Big Mac, а есть... Хорошо живет самый обычный. Я не знаю. Вот есть чизбургер, а есть... Big Mac. А есть? Это все, что я знаю. Я самый маленький. Бутерброд. Бутерброд из Макдональдса. Я вам говорила о провальности этой игры. Давай дальше. Подождите. Так, ладно. А что это? А можно назвать там? А это гамбургер. Птица, которая... Гамбургер. А мы что назвали сейчас? Ладно, у него там это все схватит. Все, окей. А, да. А в магазине? Туда, куда можно поставить сумки перед кассой. А вот... Ну, это раньше так было, по крайней мере. Сумки перед кассой. Ну, тут вот такой вот... Выступ этот, какая-то ступенька, столик. Ладно. Там тоже еще продукты могут храниться. Все у нас. Витрина, 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 нет. Спасибо. Прилавок. А, прилавок. Это специальные ступеньки перед кассой. Прилавок. За прилавком же раньше эти все кассирши стояли. И ступеньки были. И ты на ступеньках, соответственно. Ступеньки. Такие ступеньки перед кассой. Ну, ладно, мы... Перед прилавком ступеньки. Пожалуйста. Михаил, с какого века у вас вообще эти слова? Пожалуйста, одни. О! Из того же, что и часы. Так. Готово? Погнали. Короче, его любят белки. И если ее накачаешь, да. Есть нефтяная. Есть газовая. Есть вот второе слово. Люди что-то делают, делают, делают. Не забывайте, мы на свингере вечеринки, да. Импровизированные. Та-та-та-та. Газовая. Магистраль. Нефтеперерабатывающая. Завод. Окей, ладно. Компания. Чел, который шьет одежду. Швей. Правильно. Михаил, не это. Так, тихо. Так. Так, подожди. Сейчас. Ты поедешь в летнее путешествие, и на яхте у тебя будет морской? Круиз. Правильно. О, старая шутка, ее по-другому называют. Анекдот. Старый анекдот такой бородатый, а по-другому это? Еще играют на нем. А, понятно. Молодец. Так, значит, нет, об этом. Ага, значит, человек, который дирижирует, он выходит на сцену в черном. В черном. Черный. Смокинг. Я при себе задумалась. И еще вариант такой с разрезами, как у этого. Черный костюм. Черный костюм, правильно. Только по-другому. Мужской черный костюм еще, как называется. Есть уртук. Немножко устала от этой игры, мне кажется. Да, мне кажется, верно. Я куда-то улетела, по-моему. Короче, фраг. Ну, не важно. Фраг, точно. Мы продолжаем или нет? Да, мне так понравилось. Мне кажется, время закончилось. Да ты не можешь, что ты купили конкурс. Есть, знаешь, как их еще называют? Мальчик динь-динь, по-другому мальчик. Еще цветок есть такой. Та-та-та, синенький такой. Колокольчик. Да, точно, молодец. Лучше синица в руке, чем он в небе. Он лучше синица в руке, чем в небе. Ястреб, голубь. Известная поговорка. Лучше синица в руке, чем в небе. Я знаю только перевертыш, чем утка под кроватью. Хорошо. Пускай, чем утка в небе. Чем утка в небе. Окей. А ты, короче, когда замерзла, у тебя такой озноб, тебя трясет. И это все называется как? Тебя трясет. Колотун. Да, колотун. У тебя уже появляется, Вера, ощущение, что ты сдаешь экзамен. То есть время не то, что кончилось. Я просто угораю. Подожди, время кончилось? Давно уже? Ты что, мне просто так нравится, как ты делаешь? Митя, а что ты молчишь? Я говорю, мы продолжаем. А передачи точно развлекательные? Нет, самое главное, ты повернулась и говоришь, продолжаем. Я говорю, конечно, продолжаем. А ты что, гостя не развлекаешь? Она заскучала у нас. Так, Вера, раз ты заскучала, ты объясняешь. Пожалуйста, давай. Да, теперь Миша, пожалуйста. Мне? Конечно. Ну, давай вот так тогда сейчас попробуем. Ну, вот если бы ты жил в лесу и долбил в дерево. Дятел, да, собственно, он и есть дальше. Есть такой круглый, но который стремится немножечко... В квадрат. Да. Овал. Да. Есть минута... Секунда. 60 минут, и что собирается... Он подсматривал явно эту карточку. Есть блохи, а у людей... Вши. Значит, если я тебя вот возьму, да как ударю в глаз, и у тебя там что будет... Свечи. День рождения. Ну, это просто... Вот, и может, не день рождения, может, Новый год. Торт, пирог. Нет. Праздник. Вот, да. Ты вот, например, отъедаешься, а я... Вот что делаю. Ну, ребята, скоро вы там закончите, да? И вот есть, значит, можно полымать такую штуку на палуке, как называется. Швабра? Да. Мы выиграли. Мы выиграли, друзья. Это было гениально. Мы взяли и выиграли. Смотрим победную песню и возвращаемся обратно сюда. Сегодня у нас в гостях Вера Дровенникова. Верочка, мы уже, да, поговорили и о твоей блогерской карьере, и уже поговорили, ну, обо всем, наверное. А вот ты сама соединилась, что на самом деле мысли, они когда-то иссякают. Вот что ты делаешь для того, чтобы вот где-то черпать вдохновение? Как стимулировать самостоятельный процесс? Надо просто жить. Ну, не знаю, или ездить в путешествия, или ходить там чаще на спектакли, в театры. Вот какой у тебя есть такой совет? На самом деле надо просто активно жить, общаться с людьми. Ну, то есть, вот все, что касается для моей профессии. И тогда материал, он сам по себе приходит. Ну, то есть, там, я, например, с мамой поговорила вчера, все, у меня уже все. А ты часто ходишь на какие-нибудь там тусовки, на какие-нибудь мероприятия, всякие фестивали, кстати, летом, летние? Нет, я вот все, что касается тусовок, я это вообще не люблю. Я очень люблю общение, ну, то есть, вот один-два человека вот в компании, близких людей. Ну, то есть, я почему-то, ну, мне именно за такое интимное общение, не за вот это вот, ой, там, давай выпьем. Не в этом плане. Понятно, понятно. Он сразу, да? В интимном плане? Ему только слово скажи, он сразу начинает задуматься. Нет, 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 ну, я имею в виду то, что такое. Слушай, ну, а отдых для тебя, это все-таки активный или такой пассивный, где можно расслабиться, смотреть на волну, то на небо? Я не знаю, я не могу сказать. Вот я, например, сейчас собираюсь поехать в Одессу. О, рассказывай. Да, потому что я хочу сделать новый персонаж, Одесситку, такую, которую я говорю. Класс, колоритную. Такие, вы поняли, что я имею в виду или не поняли? Ну, то есть, но при этом, вот у меня сейчас не особо хороший говор, а я там, значит, ее почищу хорошенечко, выберу себе какого-нибудь персонажа там на рынке или на вокзале. Вы уходите на ней наблюдать, и потом вот она у меня родится. То есть, а имя ты ей уже придумала? Нет. Роза Петровна? Все само рождается. А, сразу? Вот, наверное, и в стендапе тоже такое, когда, вот у меня не получается вот так сесть, так, значит, мне нужен тяк, все, я сажусь и с серьезным видом там пишу шутки. А, это не так происходит? Я бы чудовала, уверена, что это так. Обязательно, нет, ну, вообще, авторы так работают, но настроение, оно все равно важно. Ну, то есть, и если у тебя хорошее, легкое настроение, там, ты в компании или еще что-то, это всегда само рождается. У меня все рождается по дороге. Ну, то есть, вот я отдала своему парню машину, я теперь хожу пешком, везде, от метро до дома. Не послушай, он заслужил 8 лет, как-никак. Ну, да, я тоже так думаю. И, он мне, правда, квартиру, ну, ладно. О-о-о. Вот, ну, поровну поделили. Да, да, да. Вот, и я, значит, много теперь хожу, и ходишь, 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 и постоянно все приходит. И забавно, что я постоянно, когда хожу, я, значит, это все проговариваю, проигрываю. И у меня не один раз. Сама с собой по улице? Да, да. И у меня очень часто, когда люди на меня вот так вот смотрят, просто, ну, то есть, типа... Ну, это весьма странно со стороны смотреться, я тебе честно скажу. Да, а я хожу, значит, там такая, думаю, вот мне нужен такой персонаж, вот, укротик, вот, значит, вот, чтобы он вот так вот ходил, там что-нибудь делал. Ну, то есть, естественно, люди, когда это видят, ну, они пугаются. Окей. Вера, ты сейчас мне помогла. Знаешь чем? Чем? Когда я вот так буду делать в очередной раз, и когда кто-нибудь на меня посмотрит, я повернусь и скажу человеку прямо в лицо, извините, это просто мой персонаж. Не обращайте внимания. А надо выходить при этом из роли, если получится. Если получится, прекрасное замечание, если получится. А вот, кстати, о роли и о персонаже у тебя есть какая-нибудь, не знаю, такая заветная мечта, вот, кого бы ты хотела в театре сыграть? Ну, вдруг, когда училась, вот ты мечтала, вот, и вот хочу эту роль. Ну, вот я вот хочу Одесситку сыграть, но я подумала, раз меня сейчас, ну, я не знаю о таких проектах, ну, которые снимаются, и замечательный был проект «Ликвидация», да? У Гордона замечательный фильм был, где сыграла Катя Шпица. Вот почему не я? Вот. Ну, я подумала, ну, а что мне ждать, когда меня будут звать? Надо брать, делать персонаж, выкладывать ее в интернете, чтобы потом режиссеры видели и сразу, вот, все, она может, все. Круто, круто. Да лучше вообще прям снимать фильм самой, вот как ты это делаешь, только полнометражку, все это выкладывать, и если понравилось, уже нормально режиссер переснимет. Правильно я говорю? Ну, абсолютно точно, Мика, я вот на режиссуру, я не хочу. Ну, то есть, Маша, у нас для этого есть Маша. Обращайтесь, пожалуйста, друзья, всегда готово. Не знаю, конечно, мы что-то так, не знаю, не знаю, ладно. Да нет, на самом деле я, Маша, девочки рули. Все будет, да, поехали. У нас, мы приблизились к той самой минуте, когда у нас блиц-опрос. Когда, Вера, тебе нужно выбрать персонажа, который будет сейчас на это отвечать? Это может быть кто угодно. Ну, давай попробуем с невротиком начать. Давай, с невротиком думать не надо, собственно, как и любому невротику. Для меня самое важное в жизни? Это, чтобы меня никто не трогал. Идти по жизни с юмором это? Это не идти никуда. Если бы сейчас был 2018 год, что бы вы делали? Я бы рождалась. Так, смена персонажа у нас происходит? Давай одесситка одесситка. А, нет? А, вот, бабушка. На 2018-й, бабуль. Что, милок? Что бы делала в 2018-м? В 2018-й, ой, милок. Ты только, ты только, мать, не умри. Вот так вот, да. Супер, есть время подорвать. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старой вот этой бабкой, ты скажешь своим праправнукам, может, и мать уже сказала. Ну-ка. Ой. Бабуля, поторопись, бабуля, тик-тик. Не делайте ботокс. Если бы не юмор, я бы сейчас... Я бы сейчас помидоры свои поливала. Пойдемте поливать помидоры. Спасибо вам, Вера Травейникова. Вера, спасибо тебе огромное за эфир. Мы не знали друг друга.